В Чите стартовал уникальный конкурс «В добром крае. Добрые дела», благодаря которому любая добрая инициатива может найти финансовую поддержку. Подробно об условиях, целях и задачах конкурса рассказали журналистам на пресс-конференции глава Забайкальской митрополии митрополит Владимир, председатель законодательного собрания Наталья Жданова и эксперт фонда соработничества Михаил Курашин. На интернет-площадке «Начинание» в разделе «Конкурсы» 7 августа начал работать новый конкурс «В добром крае. Добрые дела». И уже две инициативы в Забайкальской митрополии нашли поддержку неравнодушных людей. Приобретение палатки для миссионерского служения в отдаленных поселениях уже получило финансирование людей на 45%, а второй проект – приобретение путевок на православную смену в детский лагерь оказался успешным на 102%. О новом конкурсе, о будущих добрых начинаниях шла речь на пресс-конференции. Главная миссия данного конкурса – это создать условия для объединения на территории Забайкальского края всех тех заинтересованных лиц, которые думают о завтрашнем небе Забайкальского края, которые видят те социальные проблемы, которые существуют в Забайкальском крае и которые не на словах, а делами готовы данную проблему решать. Конкурс «В добром крае добрые дела» предполагает внедрение механизма поддержки социальных идей, социальных инициатив всевозможных организаций, начиная от просто активных граждан, заканчивая коммерческими организациями, государственными учреждениями, муниципальными структурами, муниципальными органами власти, за исключением только политических партий. Этот конкурс для небольших конкретных проектов, которые должны осуществиться в период с 1 ноября по 1 февраля. Причем, если соискатель нашел хотя бы половину требуемой суммы, в фонд соработничество вкладывают недостающие средства. Объем средств для одного проекта не должен превышать 200 тысяч рублей. В целом фонд может поддержать десятки проектов, и это реальная возможность наладить сотрудничество различных структур нашего общества. Мы знаем, что в Забайкалье в период советского лихолетия во многом были уничтожены православные традиции. Весь край был духовно обескровлен. Мы должны вернуться к своим духовным корням, вспомнить свои истоки. И все это невозможно осуществить только через строительство новых храмов, через возрождение порушенных святынь. На мой взгляд, важно научить забайкальцев использовать все возможности, привлекать необходимые ресурсы для осуществления и воплощения в жизнь социально полезных инициатив, которые будут направлены на созидание нашей с вами малой Родины. Издать русско-китайский молитвослов, построить спортзал в сельской школе, восстановить исторический памятник, помочь бездомным. Любая инициатива сегодня может найти поддержку. Михаил Курашин уже провел обучающие семинары в Забайкальской митрополии, и многие активные и неравнодушные люди уже приступили к оформлению своих идей. В конкурсе пять номинаций, которые практически охватывают все сферы жизни. Сохранение памятников, преобразование культурной среды, поддержка социально незащищенных слоев, духовно-нравственное воспитание, развитие культуры. Хотелось бы, чтобы в результате конкурса были выявлены те проекты, которые будут реально положительно влиять на изменение социальной атмосферы в крае, чтобы люди обрели надежду, чтобы люди могли преображать через воплощение своих идей нашу малую Родину, чтобы в конце концов не возникало желания ее покинуть. Мы знаем, что такая тенденция в нашем крае присутствует. Пилотный проект «В добром крае добрые дела» – это возможность для каждого жителя Забайкалья сделать родной край чуточку лучше. Студия «Слово» Забайкальской митрополии. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...